Путин на пресс-конференции после БРИКС, сходки БРИКС, он сказал, что да, мы готовы прекращать войну, стрелять, но на условиях, на реалиях, которые есть на фронте, ну и конечно же, учитывая Конституцию Российской Федерации, куда они украли 4 области Украины. И вот у меня тогда вопрос, о чем тогда хочет говорить Шольц? Что он будет говорить Путину? Вот, добрый день, отдайте Украину, зачем? Россия, как мы помним, во все времена за мир. Она, например, когда отправила экспедиционный корпус Суворова через Альпы, задачей было залить кровью Великую Французскую революцию, ну потому что мир должен быть по тому порядку и пониманию, которое в России. Россия во все времена Советский Союз за мир, например, убивала в Афганистане, за мир убивал в Корее, за мир убивал во Вьетнаме, за мир убивал в Анголе, потому что это была борьба за мир. Ну, как, собственно, и говорил Эйнштейн о том, что Третьей мировой войны не будет, то будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот камня на камне, собственно, не оставалось. И сейчас, когда Россия заявляет, что Путин в том числе готов к переговорам, это не говорит о том, что какие-то переговоры ему нужны и интересны. Просто вот вы все остальные о переговорах не говорите, а я миротворец. Я вот тут, во-первых, этой НАТИ сдачу дал, а во-вторых, я за мир. Это вы меня не слушаете, а я-то хороший. Вот посмотрите какой. Я всегда готов предложить, сесть, поговорить, перетереть за базар с ребятами. Только ребят какие-то странные в последнее время не переговариваются. Это одна часть, и Путин всегда очень старательно будет к ней прибегать каждый раз, когда ему нужно будет еще раз красиво выглядеть, сказать, кстати, я за мир. А вы-то чего? А Шольц – это отдельное явление, опозорившееся окончательно. Ну, немцы вообще позориться-то умеют. Немцы умеют так с размахом, конкретно, вот, во-первых, сесть в лужу, во-вторых, себе еще на голову опрокинуть, и вот и схрюковшись, и извозюковшись, сказать, что да не-не, вы нас неправильно поняли. И Шольц начал с того, что он попытался позвонить по телефону Путину, а Путин трубку не поднял. Путин в этот момент где-то там в курительном зале ковырял носу, ну, ему было лень подходить. И Шольц объявил, я сейчас. Это вот Макрон, конечно, смельчак, он уже два с половиной года тому назад позвонил. Теперь мне есть что сказать Путину. И все, вся Германия замерзла, ура, сейчас Шольц будет звонить, завтра Шольц будет, послезавтра, ну, хорошо, вот на днях Шольц позвонит в Москву. Ну, это новость по Миротине. Слушайте, наш-то, вы гляньте, какой отважный. Посмотрите, он памперс поменял, тот-то предыдущий уже переполнился, и вот памперс терпения переполняется всегда быстро. И вот теперь-то он позвонит. Вы знаете, куда он позвонит? Он Путину позвонит. Какой ранг Путина? Оказывается, чтобы Путину позвонить, перед этим нужно давать объявление в газетах. Путин трубку не поднял. Шольц увидел в зеркале отражение, в котором ему рисовался канцлер, а там стояло какое-то жалкое, мокрое и поникшее. И он еще три дня думал, а что же вы делаете после этого? И после этого он сказал, что, ну, ладно, я вам сейчас расскажу, что я хотел сказать в трубку, если бы меня выслушали. И начал разговаривать сам с собой, что если бы Володенька так, чтобы трубочку поднял, я бы ему сказал, Володенька, милый, у меня к тебе есть несколько предложений. Первое, а давай будет солнышко у нас светить. Это очень важное геополитическое предложение, потому что солнышко, оно, в принципе, должно светить и так, чтобы на планете Земля была положительная температура, если можно, где-нибудь 20 градусов. Вот у меня по этому поводу есть предложение. А еще, Володенька, я, кстати, предлагаю тебе, это очень важно, давай так. А ночью у нас будет луна, но не всегда, потому что у нас полнолуние, Володенька, надо поговорить. Вот очень серьезно. И Шольц, оплюванный абсолютно, абсолютно на глазах у всего мира, вот так вот наотмашь опущенный русской дланью по щекам, после того, как пришел в себя и начал догадываться, как это выглядит со стороны, пошел сам с собой рассказывать о своих мирных инициативах. А его опять не слышит. И он только в собственной германской прессе уже вторую неделю что-то такое пишет о том, что мир у мир, а мелками на асфальте ребенок нарисует маму. И если что, мы запустим воздушные шарики. А Путину, которому это адресовано, на это плевать, причем плевать так, что даже Песков по этому поводу ничего не говорит. То есть Шольц, ты вообще ничто. И Шольц с каждым днем уж на что примитивен. А начинает это осознавать. А в тебя, Шольц, вытерли ноги. Причем ты подставился сам, потому что пока молчал, все понимали, что ты просто трус и тряпка. Но ты была, по крайней мере, сухая тряпка. В тебя они сморкались. А теперь публично перед планетой Земля в тебя высморкались и сказали, заберите. И ты пошел. Сергей, если говорить о процессах внутри России, вот британская разведка говорит, что следующее, что согласно их данным, число обвинений против бывших высокопоставленных российских военных продолжает расти. Россми, в свою очередь, говорят следующее, что 8 генералов были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний. Ну и уже вспоминаю Колокольцева, главу МВД, который говорит, что денег не хватает тоже. Вот зачем Путину эти чистки, если у него все держится по вертикали на силовиках, на армии, на генералах? В 37-м году открываем учебник истории и смотрим, какое количество генералов и маршалов пошло под нож. Советская власть, она на этом устроена. Для советской власти очень важен страх. Нет страха, нет советской власти. Наверху всегда появляются касты неприкасаемых, уверенных в том, что раз уж они лично стоящим Сталином знакомы и жали ему руку, то с ними ничего не произойдет. Сталин всегда это опровергал. Поэтому сейчас в российской истории не происходит какого-то аномального события, когда вдруг какой-то коррупционный скандал, и теперь Шойга стала прикасаемой, поэтому ее отодвинули, а вся Шойговая команда теперь будет непосредственно расстреляна. Это старый сценарий. Это не новый, это не вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с коррупцией конкретно из-за Шойгу. Так устроен генералитет. В России генералы в обязательном порядке подлежат уничтожению. Был период затишья. Ну, так мы помним, что был, например, 1741-1761 год, когда дочка Петра I, императрица Елизавета Петровна, смертную казнь не применяла. 20 лет Россия никого не убивала. Обыватели даже привыкли к этому, они стали считать это нормой. Потом понеслось. Потом вернули смертную казнь, и понеслось, как мы привыкли. На сегодняшний день, вот после этого некого затишья, когда, ну, вроде как, кланы неприкасаемых, ну, вроде как, всем понятно, что, ну, это Шойгу. Все. Тухачевского, как его забили насмерть и прикончили. А Блюхера, как его забили насмерть и прикончили. И Радека, и всех остальных, и только Буденного пытались взять, но Буденный отстреливался. И все-таки Буденный настолько примитивный, что в конце концов решили, ладно, пусть вместе с Ворошиловым останутся. И мы же видим, что никаких дальнейших событий, дел и должностей, что у Ворошилова, что у Буденного не было. То есть пощадить-то пощадили, но даже во Второй мировой войне эти люди никакой роли не сыграли. Во-первых, не могли все-таки тупые, а во-вторых, они были мемориальными портретами на стене, оставили. Остальных же всех под нож. Какое количество вынуждены были генералов, потом из концлагерей, выживших, выпускать обратно, потому что, смотрите, оказывается, война. Да, чистка не обусловлена обстоятельствами, чистка обусловлена работой системы. Система обязательно уничтожает. Вот сейчас как раз у нее началась серия уничтожений. И тем более мы помним со времен Петра Первого любого генерал-губернатора. Приезжай и отрубай ему голову, потому что есть за что. И уголовные дела, которые тоже идут параллельно с генеральскими. Генеральские просто слаще. А когда какого-нибудь замгубернатора или бывшего губернатора сажают в тюрьму, почему-то так конкретно. На 15 лет строгого режима за особо крупные махинации, сделки, воровство, мошенничество. А также за то, что абсолютно любой чиновник во власти, губернатор, замгубернатора, обязательно руководитель ОПГ. Преступной группировки. Такой причем. Масштабной преступной группировки. И генералы точно такие же. Но не по делам их судят. А потому что система так устроена. И вот теперь мы будем видеть, что тем более хорошо пришлось в военное время. В военное время оно учит беспощадности. В военное время, если раньше можно было конетелиться и уговаривать, не могли бы вы всей Госдумой пересесть на отечественные автомобили, а то неудобно. Вы на Мерседесах, а народ на Жигулях. А вот сейчас щелчок пальцев, и все тут же, не то что продали, чуть не сошли в сарае к своим Мерседесу. Сказали, ауру дайте мне. Не аурус, а ладу ауру. Потому что я теперь на Жигулях. Я же теперь избранник народа. Вот как здорово. Теперь смотрите, какие все описывшиеся и обкакавшиеся, как они трясутся депутатов и министров за руль и в салоны российских автомобилей. Все остальные переходят на лапти, на щи, ну и на какой-нибудь простейший заменитель сметаны. Поэтому впереди у нас огромное количество уголовных дел, причем таких конкретных, с большими сроками, с серьезным объединительным заключением против каждого генерала в штабе. То есть там нету такого, которого не затронет это. И против абсолютно всех, у кого генеральские подводы. Неважно это. Прокуратура, Следственный комитет, МЧС. Останутся только те, кто пока еще. Ну вот Бастрыкин, например. Бастрыкину ему уже разрешено сидеть на своем троне до 200 лет. Ну вот он там и будет сидеть. Потому что Бастрыкин все-таки, он тоже по компромату фигура очень уязвимая. Против Бастрыкина столько, что у него 15 пожизненных. Это удобно. Поэтому пусть пока умертвляет всех остальных. Потом, ну когда уже подизносится окончательно, мы увидим еще и уголовное дело против Бастрыкина. Оно тоже будет. Оно тоже будет изумительно. Ну как с Берией было. Маршал Берия, тот самый великий маршал. Причем маршал Берия, маршальское звание НКВД, оно всегда на две ступеньки выше, чем армейское. Поэтому маршал НКВД это старший генералиссимус над Сталином. Ну это такая особенность. Табель о рангах Российской Федерации, она такова, что НКВДшники всегда имели на две ступеньки больше. Так вот даже такого человека, старшего генералиссимуса, кто по званию выше, чем генералиссимус Сталин, все равно пристрелили в подвале. Поэтому и этих точно так же прикончат. Продолжение следует...